Привет, друзья! Долго-долго он ждал своего видосика на моем канале. Ну, вы сами понимаете, ультрабюджетник, дешевый смартфон, поэтому я постоянно его откладывал, отмахивался от него, как от назойливой осенней мухи. И сейчас кто-то из вас может сказать, так слышишь, ты же сам всегда делал акцент на бюджетных смартфонах. И да, это так. Да, такие аппараты по-прежнему очень востребованы, они продаются огромнейшими тиражами. Но сейчас вот этот самый низкий ценовой сегмент смотрится, как бы помягче сказать, не так интересно, как это было раньше. По крайней мере, в исполнении Xiaomi. А в общем, по ходу видео вы поймете, о чем я. Пока на улице тепло, я в очередной раз выбрался поснимать на побережье, так что периодически буду вас снова дразнить морем. Начало октября в этом году, ну просто шикарное. И в этой практически летней атмосфере мы с вами сопоставим Redmi 9C с его прямым конкурентом Realme C11. Да-да, C11 нужно сравнивать именно с Redmi 9C, а не с заведомо более слабым Redmi 9A. А я видел и такие, мягко говоря, странные сравнения с явным перекосом в одну сторону. Вопреки всякой логике. А что касается Redmi 9A, то эту модель я считаю полным. Полнейшим фиаско, где Xiaomi переэкономили. Перешагнули ту грань, после которой смартфон превращается, будем говорить прямо, превращается в дерьмофон. Поэтому 9A я не заказывал и вам не советую смотреть в его сторону. Не надо. Обзор Realme C11, как вы знаете, у меня уже был и он меня не впечатлил скоростью работы. Хотя я надеялся на оптимизацию оболочки Realme UI. Ну что ж, посмотрим, как себя показывает Redmi 9C. И тут сразу нужно сказать, что эта модель имеет мало того, что две разные модификации памяти 2.32 и 3.64 гигабайта, но есть еще и версии с NFC и без NFC. Смотрим, сколько стоит Redmi 9C в нашей рознице. Это версия на 32 гигабайта с NFC. Около 8 тысяч рублей. В общем, грубо говоря, 8. Можно найти дороже, конечно, но на жлобские ценники мы ориентироваться, естественно, не станем. Теперь открываем конкурента Realme C11. Он у нас в одной единственной версии. 2.32 гигабайта без NFC. И сортировка магазинов по цене показывает, что цены на этот смартфон находятся в том же ценовом диапазоне, но минимальный порог здесь рублей на 500 ниже. Справедливые и равноценные прайсы с учетом того, что C11 не поддерживает бесконтактную оплату. Если у вас есть желание, через Е-каталог вы можете не только сравнить цены, но и сопоставить характеристики любых смартфонов. Быстро, удобно и наглядно. Как видите, Redmi 9C я взял в оранжевом цвете, который мне сразу понравился. Даже заочно, яркий, насыщенный, такая рыжая бестия. И в реальности этот цвет тоже смотрится прикольно. Сзади практичный матовый пластик с интересной текстурой в полоску. Противники чехлов могут пользоваться этим смартфоном без дополнительной защиты. Легко. Не вижу никаких противопоказаний. Чехла в комплекте нет, да и сам комплект точно такой же, как у Realme C11. 10-ваттная зарядка и кабель. Кабель microUSB. Да ладно! Теперь вспоминаем прошлый, 19-й год. Самый дешевый Redmi 8A имел порт USB Type-C. И казалось бы, все, Xiaomi красавчики навсегда распрощались со старым интерфейсом даже в смартфонах начального уровня. Но спустя год мы, блин, снова видим microUSB как в Redmi 9A, так и в Redmi 9C. Что это такое? Как это назвать? Есть подходящее слово. Де-гра-да-ци-я. Вот что такое дно позорища. Чё тут ещё интересного? Эко-порт убрали, лоток тройной. И в отличие от Realme C11 здесь есть сканер отпечатков. Но хоть на него у них рука не поднялась. Хоть сканер оставили, работает он нормально. Дизайн задней панели у них, конечно, отличается, но я не могу здесь кому-то отдать приоритет. Что касается размеров, то оба эти смартфоны типичные современные пластмассовые лопаты. Если ничего не изменится, то наши правнуки уже, наверное, начнут эволюционировать, и их большие пальцы будут выглядеть как-то так. А теперь показываю вам, как читаются дисплеи на ярком солнце при максимальном уровне яркости. И вам может показаться, что дисплей Realme, он всегда справа читается лучше. И вам не кажется, это так и есть. Redmi 9C получил IPS-матрицу с небольшим запасом яркости. У него максимальная яркость примерно на 20% ниже, чем яркость у Realme C11. Что касается углов обзора, то они примерно одинаковые. Прикол в том, что при взгляде со стороны левого нижнего угла более яркой кажется матрица Redmi, а если смотреть от правого нижнего угла, то наоборот выигрывает Realme. Слева лучше Redmi, справа лучше Realme. Слева Redmi, справа Realme. Хоть какая-то развлекуха! Оба дисплея с диагональю 6,5 дюймов, оба имеют разрешение HD+, и отмечу, что Realme из коробки имеет защитную пленку, но не имеет на стекле олеофобного покрытия. У Redmi всё с точностью да наоборот. Пленки нет, олеофобка есть. И, кстати, стекло у Redmi плоское, у Realme оно имеет небольшие скругления на краях. В мультимедиа динамики у них одного уровня, это если округлить, но если вслушиваться, то мне больше понравилось, как звучит Realme. Не знаю, сможете вы это услышать или нет, но Redmi звучит более высокочастотно и более плоско. Поддержка бесконтактной оплаты, безусловно, хорошо, но производитель сэкономил на мелочах. Например, у Redmi 9C нет гироскопа, только акселерометр. У Realme набор датчиков побогаче, за счёт гироскопа он, например, умеет корректно работать с Video360. А вот двухдиапазонного модуля Wi-Fi не имеет ни один из этих смартфонов, только стандартный 2,4 ГГц. И ещё один интересный момент. Redmi 9C с NFC имеет сзади два объектива, основной и портретник, а версия без NFC получила, наверное, в качестве компенсации третий макрообъектив. Но он примитивный на 2 Мп, и вам не будет ни холодно, ни жарко от его присутствия. Ну и раз уж про камеры пошёл разговор, давайте посмотрим фотки и сразу будем сравнивать с Realme C11. Начинаем с улицы, солнечный день, света завались, приближаем, ещё приближаем, ну и по бетонному забору по стене здания мы видим, что камера Realme всё-таки оставляет больше деталей, даёт больше информации. Но если мы переместим взгляд на небо, то увидим, почему так происходит. Шумодав. У Redmi он работает более активно, а у Realme небо гораздо более шумное. Что лучше, вот тут уже решайте сами, а мы посмотрим на обычный ночной подъезд в обычном старом доме в обычном спальном районе. Смотрел я, смотрел и понял, что нечего тут высматривать. Типично бюджетные камеры одного уровня, которые могут в разных условиях съёмки немного отличаться работой алгоритмов, но общий уровень у них сопоставим. Да, у Redmi 9C нет ночного режима, а у Realme он есть, но в обзоре C11 я уже показывал и ещё раз покажу, что такой ночной режим нам и даром не нужен. Это какая-то профанация, пользы от которой практически нет. Оба смартфона снимают видео в 1080p 30fps максимум. Видео, конечно, ни о чём. Чисто бюджетный вариант, иногда дёргается автофокус, иногда скачет экспозиция. Качество схожее, есть разница в цветопередаче, но отличительная особенность всех таких ультрабюджетников состоит в том, что видеорежим не имеет электронной стабилизации. И в итоге видосики смотрятся, да вы и сами видите. Выглядит всё это дёрганное, как будто снимали после трёхдневного запоя трясущимися руками. Снимаем одновременно видео в движении на Redmi 9C и на Realme C11. Лёгкий ветерок поддувает с моря. Слушайте, как записывается звук. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два, раз. И да, чё-то как-то звук у Redmi 9C тиховато. Realme записывает, ну, явно погромче. Фронталки обе простые, каждая на 5 мегапикселей, но лицевая камера Redmi оставляет больше деталей. Да и в целом самострелы с Redmi смотрятся поинтереснее. Но это всё такое. В бюджетниках камеры вещь второстепенная. Давайте переходить к самому важному. Железо и, что ещё важнее, как смартфон ведёт себя в повседневном использовании. Redmi 9C получил чипсет Helio G35. В обзоре Realme C11 я вам уже объяснял, что по сути это всё тот же Helio P35. Просто хитро сделанные маркетологи MediaTek его переименовали и, как ни в чём не бывало, продают теперь как новый чип. Круто. Сам процессор адекватный для этой цены, проблема в другом. 2 гигабайта оперативной памяти. MIUI 12 и без того не самая воздушная и лёгкая система, а тут ещё и дефицит оперативы. Я пытался заснять тормоза, но по закону подлости на камеру он не проявлял своего слабоумия. Я пробовал сравнивать Redmi 9C и Realme C11 на скорость запуска приложений, но это такая рандомная хрень, что в итоге я плюнул и решил сказать своими словами. Общая картина оказалась даже лучше, чем я ожидал. Пользоваться Redmi 9C в принципе конечно можно, я не стану сейчас заливать, мол смартфон невозможно использовать, нет. Но как ни крути, это будет не в кайф. Ты всегда будешь чувствовать нехватку оперативы, ощущать какую-то ущербность, которая выражается в неспешном запуске приложений, подлагиваниях, задумчивости. Это в равной степени касается как Realme C11, так и Redmi 9C в модификации на 2 гигабайта АЗУ. Тут они два сапога пара. Как истинный бюджетник, Realme 9C получил здоровенную батарею на 5000 мА. У конкурента она такая же. Вот за этот момент можно вообще не переживать, автономность козырная. Ну а если вам интересно, есть ли разница в автономности между Redmi 9C и Realme C11, то ну смотрите, я зарядил их на 100%, выставил яркость на Realme на 50%, так как у Redmi диапазон яркости отличается, по прибору выставил такую же подсветку и запустил YouTube. Под конец этого теста, когда на Redmi оставалось 2%, Realme имел в запасе еще 5. Общее время работы. Redmi 9C 19 часов 20 минут, Realme C11 протянул на полчаса дольше. То есть по автономности разницы между ними практически нет. Тут оба хороши. Но все-таки дикое исходство. Да и заряжаются комплектными аксессуарами они примерно с одинаковой скоростью, около 3 часов. Такие дела. В общем, давайте уже делать выводы. С чего бы начать? Давайте сперва отдельно о Redmi 9C, а потом о нем же, но в контексте сравнения с Realme C11. В общем, по ультрабюджетникам Redmi у меня вывод однозначный. Они скатились. Не просто топчутся на одном месте, а еще и деградируют. И дело не только в дырке microUSB. Нет, ну прикиньте сами. Redmi 9A однозначно хуже, чем прошлогодний Redmi 8A. Да чего уж там, 8A смотрится даже не хуже, чем этот 9C. Да даже Redmi 7A за счет компактности даже сегодня смотрелся бы интереснее. Это ли не деградация? Вспомните, как было раньше. Старые Redmi 4A, Redmi 5A. Да у них же просто не было конкурентов в низком ценовом сегменте. А что сейчас? Xiaomi клепают эти одинаковые унылые бюджетные лопаты, как у всех. И Realme туда же. Мой дед всегда говорил, за кем погонишься, тем и станешь. Короче, ребят, это два бабушка фона. Людям в возрасте без проблем. Пойдет позвонить, пару раз в день посмотреть погоду, вайбер там заюзать нормально. Но все-таки, если нравится Redmi, нравится MIUI, рекомендую добавить и взять обычный Redmi 9. Я вот своему малому отдал девяточку, и все, человек всем доволен. Да, Дэн? Да. Лучше, конечно, 4.64, но на крайняк и 3.32 пойдет. Хочется Realme? Не вопрос, есть у них Realme C3. Сколько у там? 8,5-9 тысяч, зато работает гораздо шустрее. Есть еще Realme C15, 4.64 гигабайта. Но он дороже, и там все тот же Helio G35. Тут, мне кажется, лучше все-таки Realme C3 на G70 взять. Ну а если ты дружишь с Алиэкспресс, тогда круг поиска становится еще шире. Там уже можно найти вполне адекватные варианты из недавнего прошлого, зато на более живом железе. И такие аппараты я вам иногда на канале показываю. Простой пример был совсем недавно, помните? V-Smart Life за червонец. AMOLED, 4.64 память, 675 дракон, батарея на 4000, отличная эргономика. Да он на две головы выше любого из этих двух неуклюжих и слегка туповатых парней. Да и в 100-баксовой категории, в которой выступают наши сегодняшние герои, на Алике тоже можно найти кое-что интересное. Кстати, в этом месяце Алиэкспресс зарядил еще одну распродажу с 12 октября. Все подробности, промокоды, скидки, как обычно в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Смотрите описание этого видео. Ну а я, пожалуй, больше не стану заказывать на обзор смартфоны с двумя гигабайтами оперативы. В конце 2020 года это бой. Если честно, уже поддостало. Пусть производители сами топчутся на одном месте, но уже без нас. А на этом у меня все. Пишите комменты, давайте свое мнение, обязательно проверяйте колокол. До связи на ютубе. Всем пока.